Уважаемые друзья, 70 лет назад советские войска освободили концлагерь Освенцим, где нацисты-зверски уничтожили миллионы людей. И этот день, 27 января, по решению Организации Объединённых Наций, объявлен Международным Днём памяти жертв Холокоста, одного из самых страшных преступлений против человечества. Трагедия Холокоста стала символом беды и боли, беспощадной жестокости и презрения к человеческой жизни. Трудно представить, что настоящие фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной реальностью XX века, что они были расчётливо и хладнокровно организованы в цивилизованной, как тогда казалось, Европе. Именно хладнокровно организованной, спланировали её. Сейчас мы смотрели выставку, которую вы тоже видели. Это планомерная, заранее подготовленная работа по уничтожению людей. Невероятно просто. Но, как показала история, там, где людям вбивают в голову идею о национальном и расовом превосходстве, сеют семена ненависти к другим народам, уничтожают и издеваются над традиционными ценностями людей. Там на смену цивилизации быстро и неизбежно приходит настоящее варварство. А мир сменяется жестокими конфликтами, войнами и агрессией. Нацисты грозили порабощением всем народам нашей многонациональной страны. Их планировали либо принудительно ассимилировать и превратить в рабов, либо просто уничтожить, чтобы освободить так называемое жизненное пространство для более высоких рас. По материалам Нюрнбергского процесса в Европе в период Холокоста было убито 6 миллионов евреев. Трудно поверить в эти цифры. Не просто так, где-то в боях, а уничтожено просто. Сожжено в печах и расстреляно. В том числе среди этих миллионов и сотни тысяч наших соотечественников. Таким преступлениям нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю, недопустимы и безнравственны. Зачастую за такими попытками стоит желание скрыть свой собственный позор. Позор малодушия, лицемерия и предательства. Оправдать прямое или косвенное молчаливое пособничество нацистам в проведении их преступной политики. Но исторические факты неопровержимы. Так они свидетельствуют, что бандеровцы и другие коллабационисты, пособники Гитлера, участвовали сами в уничтожении еврейского народа. В уничтожении евреев Львова, Одессы, Киева, других населённых пунктов Украины. Прибалтийские нацисты проводили этнические чистки в Вильнюсе и Риге, в Каунасе и Таллине. Сегодня, в этот трагический день, мы отдаём дань памяти всем, кто был замучен нацистами и их пособниками в концлагерях и гетто. Скорбим по миллионам погибших в огне самые кровопролитные войны в истории человечества. Отмечу, что по инициативе общественных и религиозных организаций, причём не только еврейских организаций, в России ведётся поиск и обустройство мест массового захоронения жертв Холокоста. Восстанавливаются имена погибших. Такая работа заслуживает всемирной поддержки, и мы, безусловно, будем это дальше делать. Сегодня мы вспоминаем и чтим мужество тех, кто пережил ужасы оккупации, насилия, унижения принудительными работами, кто выдержал эти нечеловеческие испытания и не был сломлен. Кстати говоря, в этой связи не могу не вспомнить, безусловно, ещё одну дату. Сегодня мы отмечаем день полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Это ещё один пример той преступной бойни, которую организовали нацисты, хладнокровно уничтожая мирное население Ленинграда бомбёжками и прямыми артиллерийскими атаками. Мы склоняем головы перед подвигом солдат и офицеров Красной армии, которые разгромили нацизм и остановили страшную машину истребления. Они защитили от агрессоров не только свою родину. Великая освободительная миссия стала делом чести для всего нашего народа. В этой связи хочу сказать, что, конечно, и мы сейчас только вспоминали об этом, конечно, основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ. 70% от всех бойцов Красной армии и офицеров – это русские люди. И основные жертвы на алтарь победы принёс русский народ. Но здесь, в стенах Еврейского музея и Центра толерантности, хочу ещё раз напомнить, что огромный вклад в победу над врагом внесли граждане Советского Союза еврейской национальности. Более полумиллиона евреев воевали в Красной армии. Свыше 40 тысяч сражались в партизанских отрядах. Практически каждый третий – 27% – пошёл на фронт добровольцам. И почти 200 тысяч погибли в боях за Отечество. Героизм представителей всех национальностей, их беззаветная любовь к родине, готовность к самопожертвованию навсегда останутся в нашей памяти. В благодарной памяти народов России. И, отмечая в этом году 70-летие Великой Победы, мы будем вновь и вновь обращать самые тёплые слова благодарности нашим дорогим ветеранам, в том числе и присутствующим здесь. Всем, кто, не жалея себя, боролся ради свободы и независимости Родины. Дорогие друзья, отдавая дань нашей памяти, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, самая важная и актуальная задача для всего мирового сообщества. Да, на международной арене за последние десятилетия произошли огромные изменения. Однако мы видим, что по миру по-прежнему бродят человеконенавистнические идеи. Мы продолжаем сталкиваться с попытками раскалывать общество по национальному, расовому, религиозному признаку, с проявлениями антисемитизма, русофобии, с агрессивной нетерпимостью к другим народам и культурам, к их традициям. В своё время эти примитивные инстинкты использовали нацисты, а сегодня они взяты на вооружение националистами, экстремистами, террористами в ряде стран и регионов мира. Мы должны вместе противостоять этим угрозам, вместе защищать мир и свободу людей, отстаивать право государств и народов на свой путь развития. История показывает, какой страшной черте могут подвести человечество претензии на мировое господство. Такими трагедиями чреваты попытки силового давления на суверенные государства и неуважение к их правам. И, конечно, все мы хорошо знаем, как опасны и разрушительные двойные стандарты, равнодушные и безразличия к чужой судьбе. Как, например, в случае сегодняшней трагедии на юго-востоке Украины, где в течение многих месяцев Лондар-Кловра расстреливает мирное население Донбасса, Луганска, других городов и населённых пунктов. Вновь повторю, сегодня, в 21 веке, важно повышать эффективность системы коллективной безопасности, продвигать ценности гуманизма и сотрудничества, и всегда помнить уроки истории. И в заключение, уважаемые друзья, вы знаете, не могу не поделиться своими собственными впечатлениями от увиденного фильма. Конечно, все мы знаем об этих лагерях смерти, и все мы довольно часто употребляем слова человека ненавистничества, преступления, знаем, что такое Холокост. Но как-то не прозвучит беспощадно. Иногда эти слова замыливаются, мы не чувствуем их, не чувствуем их первозданное значение. А вот когда смотришь такие документальные свидетельства, всё возвращается с новой силой, понимаешь, с чем мы сталкивались, с чем сталкивалось человечество в эти времена, с чем люди столкнулись. И, безусловно, мы склоняем низко голову перед всеми, кто погиб, и перед всеми, кто положил конец этой бойне. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для отражения первой свечи я приглашаю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертую свечу зажжет ветеран-освободитель Освенцима Михаил Иванович Кабанов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники правной церемонии, шестую свечу зажжет правнучка госпожи Флайшман Наама Вайсберг.